Всем привет! Сегодня мы рассмотрим с вами первые часы G-Shock серии Frogman GWF-D1000 с датчиком глубины воды. 16 марта 2016 года компания Casio анонсировала выпуск новых часов для дайверов Frogman GWF-D1000, новой модели в серии ударопрочных часов G-Shock. Модель GWF-D1000 оснащена тремя датчиками и разработана специально для выполнения сложнейших задач под водой. Часы для профессиональных дайверов, выполняющих сложнейшие подводные задачи с показателями атмосферного давления, температуры и магнитными датчиками. Часы оснащены тремя датчиками для выполнения следующих измерений – глубины воды, температуры и азимута. Азимут – угол между направлением на север, в южном полушарии – на юг и направлением на какой-либо удаленный предмет. Часы оснащены солнечной батареей. Индикаторы ее заряда можно наблюдать на циферблате часов. На картинке буква H – HIGH – максимальный уровень заряда. Если появится буква M – заряд средний, буква L – заряд слабый. Зарядить можно прямым солнечным светом за 5 минут, через стекло в ясную погоду за 24 минуты, через стекло в пасмурную погоду за 48 минут, лампа дневного света за 8 часов. Заряда хватает примерно на 5-6 месяцев работы в полной темноте. Часы GWF-D1000 также являются первой моделью серии Frogman, оснащенной функцией измерения глубины воды до 80 метров с шагом 10 сантиметров. Температурный датчик измеряет температуру воды с шагом 0,1 градусов Цельсия, а компас с автоматической горизонтальной компенсацией показывает азимут с шагом в 1 градус, даже в случае наклона. Эти датчики непрерывно отображают только актуальные значения и просто неоценимы во время подводных, поисковых и спасательных операций. В часах также предусмотрен ряд профессиональных функций, включая график приливов и отливов, журнал фиксации погружения, время погружения, максимальная глубина воды, самая низкая температура воды и звуковое уведомление в случае превышения скорости поднятия на поверхность. В часах G-Shock Frogman GWF-D1000 используется сапфировое стекло, что делает эту модель еще более привлекательной по сравнению со своими предшественниками. Сапфировое стекло имеет твердость 2300 по шкале Виккерса, что превышает твердость обычного минерального стекла примерно раз в 5. И, конечно, сапфировое стекло сложно подстрапать в обычных условиях. Кроме всего прочего, часы оснащены функцией радиоконтроля, то есть способны принимать сигнал точного времени от имеющихся в мире шести вышек. В Японии две вышки, в Германии, Великобритании, США и Китае по одной вышке. Принимать сигнал можно принудительно в ручном режиме и автоматически, примерно в период с 0 часов до 5 утра. На данном слайде приведены технические характеристики данной модели часов, с которыми вы можете ознакомиться, просто остановив данное видео и прочитать интересующие вас функции. Всем спасибо за внимание! Здоровья, мира и добра! Будьте счастливы!